Сегодня хороший денек выдался, ребята, очень солнечно, нет облаков, но ветер у нас здесь сегодня. Мы с вами находимся на Холп и Ларокс. Такое интересное место в 40 километрах от Монтана. Паркинг. Здесь немножко уже, я очень рад, они немножко расчехлились, что надо наводить какой-то порядок, делать какой-то, ребята, европейский вид. Вот, извините за ветер сразу, я вам покажу, выложили плиткой тротуарной, здесь этого не было. Последний раз я здесь был года 4 назад, может быть, 3. Поставили такие стилизированные лавочки, очень интересно, в принципе, на бетон их поставили. Кустики посадили и здесь посадили, залили все такой зеленой жижей. Значит, эта жижа, когда хотят сделать газон, ровняют землю, а потом заливают этот газон такой жижей. Это как пульпа, какая-то, как промокашка бумага, растворенная в воде. Она с семенами травы, вместе заложенной там, получается, ее выливают из машины, разбрызгивают, и она засыхает и держит воду, вот как здесь вот она сырая. И таким образом не дает ветру сдувать семена, потому что семена на самом деле легкие, если вы садили когда-нибудь в газон, вы вот так раскидали, рассыпали эти семена, их может ветром просто унести, если будет сильный ветер, как бы раздуть и разметать. А вот этот зеленый клейстер, ну, по сути, это вот бумага, вторичная переработка, или вот что-то типа этого, и получается, что оно держит это все, потом идут дожди, оно прорастает, а это все потом уже, как бы, органика превращается, как бы, в, ну, куда-то в землю там, или во что. Ну, в общем, смотрим, здесь, в принципе, ребята, мне понравилось то, что здесь выложили, но этого я не ожидал, здесь сделали нормальную дорогу, аллея, ребята, аллея, так, поэтому скучал, честно скажу, вот по нормальному какому-то вот отношению, потому что провинциальность, это уже немножко поднадоело. Хочется, чтобы они все-таки начали понимать, что надо здесь делать уже, ну, не деревянное, а здесь надо что-то бетонировать, здесь делать какие-то дорожки из камня, чтобы что-то было уже на что-то похоже, потому что дерево это хорошо, но вот воткнули вот эту палку здесь, да, как Верка Сидючка говорила, ну, я так же могла бы назвать это вертикали бытия, сон мамы или палка, ну, вот палку воткнули, среди вот газона, железное, металлическое такое вот основание, чтобы менять эту палку, для чего они воткнули, я не совсем понимаю. Похоже, это, знаете, на какой-то вот пятый элемент, вот здесь еще одна палка, там вон еще одна палка, наверное, где-то нужно посередине встать и вот, как там, Лилу Даллас, который будет запускать луч туда, в это, в космос, короче. Сейчас иду покупать билеты, тут, по-моему, 2 бакса стоил билет с вами, пройдемся, посмотрим, что здесь изменилось, еще хочу поклацать фотографии, люди вот ездят на дырчиках, ну, как-то так. Много машин с антарийскими номерами, всем хочется приехать посмотреть, главное, чтобы было что смотреть. Ну, пока я вам скажу так, вот этого я не помню, но вот эта аллея, которая вперед, вот этого, вот этой всей красоты здесь не было. Это сделали давно, это очень приятно. Сюда нужно приехать, покататься на роликах, когда нет машин. Так, как жители провинции Нью-Бранс, их меня с меня содрали 17.87 заход, поэтому нужно ходить в... после 6, я так понимаю, когда уже на кассе никого нет, вы можете здесь погулять бесплатно, по крайней мере, так было. Мы приезжали в офсизон, просто приезжаешь на паркинг, ставишь машину, и все. А сейчас платишь 17 баксов. Как-то так, интересно. Так, что у нас тут есть? Ресторан, басрум, стоил от... Ну, давайте зайдем, посмотрим, что здесь есть. Что поменялось, что не поменялось. Что было, я не совсем помню. Ну, посмотрим. Магазин. Девушка такая на входе, симпатичная стоит. Такой шоп, симпатичный, с подсветочкой. О, тут даже какая-то кость есть. Банкоматик, мини-банк. Что у нас тут? Кость. Мастодон. Калинный мениск. Типа мамонты. Тут были мамонты. А тут найдено... Не знаю, куда-то нашли. Так. Тут муляж такой. Кита. Резиновый причем. Лось. И все как полагается. И вот. Копия. Одной из скал Хопл Рокс. Потом здесь еще есть какие-то эти отпечатки разного рода. Мизозойские животные. А, ну, все правильно. Вот как и было. Извергался вулкан. Все это текло. Ну, вот получилось такое все. Потом что-то равнялось ледникум. Так, что здесь у нас даже... О, вагонышко. Первый раз увидел. Хелло, блю джейс. Тэнки. Я сказал, хелло, блю джейс. У меня кефка блю джейс. Тарантийская команда. Так. Надо будет взять кофе, наверное, себе здесь. Приятный такой центр туристический внутри. Немножко тут еще идет стройка. Что-то они стукают. Новую детскую площадку здесь сделали. Засыпали ее вот этой щепкой. В принципе, ветрено. Но, я вам скажу, я в одной футболке и в куртке. Потому что он ветерок. Тут всегда будет возле моря ветер. Сейчас мы пойдем спустимся в Копл Рокс. Посмотрим, сделаем такой экспресс прогулочку. Там есть еще одно хорошее место с выходом на пляж. Но, насколько я помню, туда нужно идти. Так хорошо чапать. Не знаю, будет ли мне сегодня время потратить еще где-то полтора часа. Именно только, чтобы сходить на пляж. На тот. Ну, здесь сейчас вот так. Обновили, я вижу, знаки. Даймонд Рок Флауэр Под Рокс. Туда смотреть. Beach Access Viewpoint. Ну, ладно. В общем, здесь у нас вот уже видно там, за этими деревьями, коричневую воду. Прилив. Ну, сейчас отлив. Сейчас был низкий уровень, потому что я ехал и видел по этому, по морю, по уровню моря, видел то, что там сейчас происходит. Ну, такая вот у нас здесь природа. То, что я вам говорил. Много ям. Вот таких я что-то не совсем понимаю, куда в лес не зайдешь. У них вот нет такого, знаете, как ровная, чтобы была ровная земля. И вот, вот такие ямы. И это потом все ровняет бульдозером, если берут себе участок, где-то для застройки, вырезают весь лес, корчуют экскаватором пни. И потом бульдозером все эти горбы ровняют. Но весь прикол в том, что осенью или там весной, после того, как растаял снег, в этих ямах скапливается вода. Потом снег скапливается и как бы, ну, оно удержится. Почему-то вот в лесах здесь так. Нет такого, что там зашел, земляничку пособирал. Вот, смотрите, лес и везде вот такое вот. Вот такие какие-то горбы, канавы. И в парках, и даже у нас в Ариштаун парке везде такое. То есть нет такого, что было ровно просто. Я не знаю почему. И здесь тоже. Здесь, видимо, ровняли. Вот эта дорожка, это все как бы рукотворное. Ну, а там уже вот такое есть, что есть. Уходим уже к воде. Я вам уже оттуда сниму, покажу, как оно выглядит сейчас. Вот пойдем посмотрим эти скалы. Пофотографируемся там. Ребята, здесь сильный ветер, извините за ветер сразу. Поэтому, наверное, здесь буду снимать немного. Вот это получается сами скалы. Здесь внизу мы сейчас туда спустимся. Это просто какой-то с другой смотровой площадки. Ветрюган будет сильный. Там такого ветра нет. Вот такой хороший приливный ветер. Сейчас мы как-то найдем, как спуститься вниз. И сразу вот уходишь. Здесь ветра нет. Вот тут на площадке видите, что происходит. Ну, я вам скажу, это вот того стоит. Прогуляться, посмотреть, пофотографировать. Это того стоит. Так, вот мы пришли, ребята, сюда, где, собственно, все спускаются вниз. Будьте готовы к тому, что вам нужно будет потом мыть обувь. Тут, кстати, не было вот этого, этой всей красоты. Поэтому, если у вас дышащие кроссовки, типа там джелокс или еще какие-то, то будьте, наверное, вам нужно будет спуститься, по камням походить и вернуться назад. Потому что, ну, там реально вот такой вот размельченная глина такая красная. Ну, сейчас мы туда спустимся. У нас цветут здесь уже какие-то вишенки или сливы. Здесь у нас шаттлбасс. Вы можете взять себе билет. Там еще, по-моему, 2 доллара стоит. И спуститься сюда. Дело в том, что там даже есть знак, что, типа, крутой трейл. Ну, не все могут там, знаете, может, кто уже там преклонного возраста, то можно уже ездить на вот этих вот дырчиках, на этих шаттлах. Ну, это удобно, в принципе. Дается жетон, у меня даже где-то есть. Я ради интереса когда-то ездил, мы катались и снимал. Шаттл сервис. Моют красотки. Ну, сейчас мы спустимся вниз, посмотрим, что там. И вы все сами увидите наше путешествие на Хоу-Пелл-Рокс. Витрюгом, конечно, очень дует. Кепку уже так натянул на голову, чтобы не сдуло. Написано, down only, descend 7, low base, high tight, 16, 24 и низкий перелив 10, 37. Вот как раз у нас сейчас 11, и у нас сейчас как раз вот самый низкий, ну, как бы, минимум уже был, но сейчас низкий прилив. У нас будет возможность выйти туда на берег, к этим скалам. Потому что когда прилив здесь, вы видите, тут достаточно много воды и не всегда получится. А еще здесь внизу есть лестница, она на тросах. И когда парк закрыт, эту лестницу поднимают и вниз спуститься достаточно сложно, там надо лезть. Ну, в общем, если у вас есть желание полазить, то можно как-то вот по этим штукам мы спускались туда вниз. Вот здесь, когда уже off-season, тут никого нет, тут можно на голове ходить, никто тебе ничего не скажет. Но там сейчас есть такой, ну, не люк, а такое-то ворота. Сейчас мы посмотрим. Вот, смотрите, вот даже... А, по-моему, вот или нет? А, вот эта лестница, видите, с этими шарнирами, вот эта лестница поднимается. Она поднимается, и ты уже сюда спуститься не можешь. Вот она дрожит. Ну, сейчас попробую ее поднять. Не могу поднять ногу. Так, вот тут песочек. Вот еще по песочку ходить можно. Вот уже эти скалы, медведь. Там кошка кричащая. Это не знаю, что это медведь, и там еще такой торчок какой-то. Вот так. Все это размывается, падают эти сосны из пеницы. Все это валится, потом это все плавает и уходит по узнанку. Вот если мы будем идти вниз, сейчас я посмотрю просто, насколько хватит нормального песка сухого. Так, идем сюда. Так, здесь вот уже у нас идет камень, камень, камень. Потом какие-то водоросли такие интересные в виде каких-то попырышек. Какие-то маленькие огурцы, корнишончики. Так. Ну, сейчас идем сюда на проверку, где у нас начинается грязь. Это камень. Ой, блин, это не камень, блин. На вид как камень, ребята. Камень, мать его данного. Такие кроссовки у меня замшевые, мырел. Я их уже обновил по лесу. Вот тут такие-таки же тоже какие-то наступили. Ну, придется их там оттирать. Так, ладно. Ну, вот сейчас мы тут с вами эти гроты посмотрим. Девочка в одни шорты ходит. Какие не холодно. Ну, ветер, я вам скажу. Так, нужно аккуратно тут, чтобы не наступать на эту грязь. Угу. То есть, ее тут достаточно. Что-то такое есть. Окаменелости какие-то и что-то... Где-то не только окаменелости, а и грязь вот эта вот, жижа. Ну, вот такое. И, кстати, ребята, в Принце Эдвард Айланд, если вы поедете, посмотрите, там тоже такой марсианский пейзаж, только красный. Еще более красный. Поля все с красноземом. Там выращивают картошку. Ну, а тут вот, кто захотел полезть в эти в гроты, нужно пройти через эту каку. Ага, проваливаешься. Не, каша, ребята. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не. Даже у собак, вон, обувь есть, елки. Надо как-то обходить это все. Можно тут найти грязь без вопросов. Так. Ну, давайте мы тут посмотрим наши эти гроты. Вот эти скалы. Вот одна из них. Когда-то это, наверное, уже не сможет держать. Но тут они валятся, обваливаются. Потом, опять же, за счет эрозии морской образуются новые скалы. Вот такие. Так что, такие дела, друзья. Всем привет из Hopelrox. Скоро сейчас буду уже подниматься назад. Там есть, кстати, трейл. И там уже можно будет идти по сухому. Потому что по этой грязи как-то гулять не очень. Ну, как-то так, ребята. Всем пока. Всем привет из Hopelrox. Всем желаю хорошей недели. Всем пока. Счастливо.